ПОСТ Естественно, что все доброе, что у нас возникает со временем становится традицией общей. Поэтому то, что в свое время предназначалось для некоторых, со временем, с течением веков, стало общепотребительной практикой. И поэтому теперь Петров пост у нас пост общий, пост для всех. Великий пост тоже изначально был всего лишь постом для оглашенных перед крещением. Крещение было общим делом церкви. Крестили, как правило, за литургией довольно большое количество людей, которые готовились к крещению довольно долгое время, не так как сейчас неделю или две. И поэтому, понятное дело, что крещение, массовое крещение было для церкви праздником. И поэтому, естественно, что к этому празднику готовились постом. А поскольку как праздник это крещение переживали не только крещаемые, а вся общая, то соответственно со временем пост стал общим. И сегодня основное и главное пожелание всеми силами беречь душевный мир. Потому что это то, чего сегодня у людей практически нет. Вот если посмотреть на человека сегодняшнего, он эмоционально возбужден, он взбудоражен. Для этого есть масса факторов. Я не спорю, жизнь такова, что сегодня человеку нелегко. Но мы, христиане, это прежде всего люди, которые причастны Христу. Человек, причастный Христу, должен иметь в сердце мир Христов. И каждый из нас хорошо знает, что этого мира лишает лично меня. И вот поэтому постясь, ограничивая себя во всем том, в чем мы привыкли себя ограничивать в посту, в определенной пище, в определенных развлечениях, я бы рекомендовал ограничивать себя в том, что, как правило, возбуждает нас эмоционально. Кого-то эмоционально возбуждает просмотр выпуска новостей, кого-то эмоционально возбуждает общение с каким-то конкретным ближним, с кем он имеет не очень хорошее отношение, кого-то эмоционально возбуждают те или иные не очень здоровые ситуации, которые, в принципе, человек может избежать. Более того, ведь многие специально подвергают себя тем или иным испытаниям житейским, хотя могут от того уклониться. Особенно те, кто имеет с кем-то недоумение, с кем-то недовольство, на кого-то обидует.